По таджикской земле дедушка Мансур говорит, не скучает. Лукавит или это правда, непонятно. С местными и без того отношения не самые лучшие. Слово «понаехали» за глаза сказать могут запросто. Мы уже привыкли, живем как родственники. Правда, иногда досаждают всякие проверяющие органы, и иногда кто-нибудь выпьет лишнего и хочет задеть. На соседей Мансур и его семья не обижаются. Они, как в названии знаменитого фильма, были свои среди чужих, а теперь чужие среди своих. Вроде как кыргызы, а вроде и нет. Это все из-за выбивки. Если бы не алкоголь, нас называют таджиками. Говорят, так, такой, раз, такой. Живут этнические кыргызы из Таджикистана скромно. Невест берут без Колыма, большие то и не устраивают. К труду переселенцы приучены с самых малых лет. Все, что на мне, я купил сам. В свои 15 Рауф не только себе на одежду зарабатывает. Своих сестер подросток тоже одевает, кормит и обувает. За сестренками сегодня смотрю я, а вообще я работаю в поле или на стройке. Таджикистан Рауф почти не помнит. Ему кажется, что здесь, в Чуйской долине, он прожил всю жизнь. Вот только в отличие от местных ровесников, ему приходится работать. Зачем мне вспоминать Таджикистан? Я туда не езжу, войну не видел. Я мечтаю стать священником, люблю читать книги, Коран. Таких переселенцев в Юрьевке много, почти 200 семей. Всего за годы независимости по специальной программе в Кыргызстан вернулись около 40 тысяч этнических кыргызов. Всем из них обещали на исторической родине участки, однако землю по приезду получили лишь некоторые. Те, кто приехали сами, оформить гражданство не могут годами. Многие из них по документам вообще не существуют. Гулира вместе с детьми и мужем приехала из Узбекистана. Год назад супруг внезапно заболел и умер. Теперь у нее ни свидетельства о его смерти, ни собственных документов. То есть оформить пособие на четверых детей все равно, что совершить невозможное. У старшей дочки зрение плохое. Она из-за этого некоторое время не училась. Сейчас уже хорошо видит. Других детей удалось устроить в школу. Сама Гулира нанимается к местным крестьянам. Говорит, работы в деревне много, на стройку устроился и старший сын. Окончив девятый класс, он решил учебу бросить. Работаю в поле. В селе работ много. Сажаем рассаду, лука, других овощей. В день около 600 сомов зарабатываем. Здесь можно работать и зарабатывать деньги. А там работаешь каждый день, а получаешь мало. На пособие для детей Гулира особо не рассчитывает и мечтает о собственном клочке земли. Иначе жить в Кыргызстане, по ее словам, будет тяжело. Ведь на сегодняшний день многие переселенцы снова уезжают из Кыргызстана. Джебек Пегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Чуйская область. Кыргызстан.